Всем привет, с вами MrChaser, смотрите мой JustPlay канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от игрушки Call of Duty... Call of Duty Ghosts, да, именно она. Если честно, я игру вот запустил только сейчас, я её не покупал, хочу сразу сказать, потому что... Ну, я не вижу смысла в её покупке. Давайте посмотрим, что у нас здесь по настройкам. Настройки графики. Так, настройки графики у меня установились вот такие, автоматические. Низкие, низкие, высокие, низкие. Не знаю, почему всё низкое, ведь, судя по геймплейным видео, графика в игре, собственно, и не изменилась, она точно такая же осталась. Может, там чуть-чуть подправили какие-то блики, солнышко там, не знаю, и всё остальное. Как-то так особенно движка нового или ещё что-то я не заметил. Здесь всё стандартненько, как я вижу, обзор. Можно там числительностью поиграть. Да, числительность есть, нормально. А то меня всегда в играх бесит, что числительность слишком маленькая. Давайте начнём новую игру. Поиграем буквально минут 20. Там где-то 30, не больше. Я забыл включить субтитры. 60 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Их цель вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациента. Удерживали позицию три дня. Численность врага была слишком велика. Эй, что это было? Лаги? Лаги в загрузке, отлично! Круто, обожаю лаги в загрузке. Пререндеренные загрузки. Это просто прекрасно. Игра меня уже начинает удивлять. Помазание? Что? А чём вообще история? Мне вот это менюшка очень... Ну, не менюшка, а видео загрузочное нравится. Оно прикольно сделано. Стиль классный. Призраки, господи. Я доброе привидение. Я очень доброе привидение. Так, вот мы уже играем. Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Не знаю. Настройки у меня какие-то там стояли низкие, поэтому игра не лагает абсолютно. Но если честно, мы на графику не смотрим, потому что она точно такая же, она вообще не поменялась. Может всё-таки сделать понормальней? Попробовать. Так, вручную. Высокая, высокая, высокая. Ну не знаю, у меня Black Ops 2 на максимальных работает при 60 FPS и ниже кадры вообще не опускаются. То есть там максимальные настройки? Нет, только высокие. А вот экстра. Давай мне экстра. Ты что? Cool of Duty на низких настройках графики? Ну это уже смешно. В 2013 году. Посмотрим. Что у меня теперь будет с игрой. Я надеюсь, она не вылетит. Ну. А, опять загрузка? Круто. Обожаю это. А ну-ка, дайте я гляну. Там запись хоть продолжается. Ну отлично. Даже запись, кстати, и не отображается. Противника из гражданской... Ну, в принципе, вообще никак не изменилось. И лагов нет. Все нормально. Кстати, давайте я проверю. Идет ли вообще запись? А то это так всегда у меня бывает. Я начинаю записывать, а запись не идет. Нет, все нормально. Можем прыгать. Бегать мы пока не можем. Мы можем лечь. Сесть мы не можем. Ну ладно. Ещё и ветер сильный поднялся. Та-дам! Надо было прогноз погоды смотреть. А то пошли тут кемп... Кемперствовать. Или как оно там? Кемпингом заниматься. Вау-вау. Ребят, тут вот и деревья падают. Динамические карты как-никак. Что это было? Дерево меня поглощает. Не, всё-таки игра немножко проседает. Я правда не понимаю, почему. Что тут мега-крутого такое запихали? Ой. Пока мы там слушали истории про каких-то солдат, тут уже апокалипсис начался. Ребят, спидиминт-15. Надо бежать аккуратно. Нет, всё-таки игра проседает по кадрам. Это странно. Кстати, машина может нас сбить? Ну где машины? Я хотел проверить, может ли нас машина сбить? Да беги. Да бегу я. Я видишь, что у меня как бы заканчивается в выносливости или что это? Я тебя погоню. Я быстрее тебя. Это что такое? Чёрт, куда бежать? В бассейн? Давайте прыгнём в бассейн. Круг спаси меня. Ты же спасательный круг. Спаси меня. Что здесь происходит? А, нам в дом. Ну ок. Заходим. Это, в принципе, нелогично при землетрясении, наверное, ломиться в дом. Ну ладно. Что произошло? Ничего не видно. Ну ладно. В принципе, западные критики поставили этой игре оценки 6 из 10, 7 из 10. Довольно низко для Call of Duty. Но, тем не менее, мне кажется, мы сейчас в этом убедимся, что игра не заслуживает оценки 10 из 10. За 15 минут до этого. О. Теперь мы в космосе. Тулбокс. Коробка. А сейчас это не идут. В чём прикол? Коробка с инструментами. Так, нажмите пробел, чтобы подняться наверх. Нажмите. Неназначено, чтобы спуститься. Класс. Что там не назначено? Отличная кнопка. У меня такой нет на клавиатуре. Перемещение может? Пригнуться. Си давай. Так, да, Си. И пробел. Где наш? S, P, C. Mostly. Эх. Call of Duty в космосе. Господи, что дальше? Мне кажется, дальше будет Call of Duty там, ну... Не знаю. На другой планете с инопланетянами воевать будем. Почему бы и нет? В космосе уже мы воюем. Ну, пока ещё не воюем. Это что, женщина? Да. Что-то модно стало в последнее время женщин пихать в игры. Ну, в принципе, я не против. Это довольно прикольно. Необычно, я бы сказал. Так, что ты своей жопой перед нами светишь? Давай. Типа как ныряем. Здоров, ребят. Так, мне сюда, давай. О, наши прилетели. Нет, не наши. Окей. Привет, чувак. Кровь какая-то пиксельная тебе, не кажется? И, кстати, а что кровь делает с этой стороны, если тут всё закупорено должно быть? Эх, Call of Duty, такой Call of Duty. О, ноутбук. Дайте мне ноутбук. Я был бы не против. Оружие. Парень, парень. Где там Вэлл? Удар ножой. Ножом, ножой. Парень, пока. Хьюстон? Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы. У нас тут просто какая-то хрень. Так, перезарядиться можно? О, как медленно, прикольно. Кстати, вот это вот прикольно. Что в невесомости тут рожок у нас летает. Кстати, куда он делся? А ну, давайте ещё раз. Он проходит сквозь текстуры, что это? Что с рожком? Так, враги нет. Парень. Вы какие-то смешные. О, Амтар. Давай возьмём Амтар. Вот это прикольно. Мне нравится, как оружие в воздухе летает. Женщина, у тебя оружие сквозь лицо пролетело. Так, это тоже Амтар, да? Прицел один я вижу. Аког. Кажись. Если честно, мне как-то... Фонарик. Но он хоть в текстуре не проходит. Но сейчас мне очень напоминает, как сказать, то, как стреляет оружие, то, как оно чувствуется. Ну, пока что мы пока в невесомости. Нельзя с точностью сказать. Но мне это очень напоминает Modern Warfare. Не знаю, по ощущениям имена. Прикольно. Так, тут и... Какие-то ребята были. Что происходит? Прям Dead Space какой-то начался, честное слово. Это что за хрень? Мне вот интересно, вот что это было? Что это? Крутая игра, я обожаю такие игры. Это какая-то аномальная зона тут была, честное слово. Всё нормально, успокоилась, устаканилась. Какие-то ребята тут летают с оружием. Давайте у них заберём патроны. Перезарядка меня вся такая. Медленный рожок ещё летает. Можно отбить? Нет, нельзя. Ну ладно, насрать. Так, перезарядись. Call of Duty, господи! Что с тобой происходит? С года в год какая-то хиромантия. Тут какой-то сюжет даже вроде разворачивается. Но если честно, я не особо свяжу за этим. Мне как-то на это, мягко говоря, накласть. Мне хочется, чтобы меня эта игра удивляла геймплеем, а не сюжетом. В первую очередь, чтобы в это интересно было играть. А классные истории мы можем и почитать с книжек. Ну, прилетели мы сюда ещё дальше. А, окей. Квик-тайм-эвэнс прям. Поджигайте. Огонь. Почему мы тут стоим? Оно же сейчас... Продолжай стрелять! Продолжай стрелять! Ты своё умеешь, женщина! Тут что происходит вообще? Куда дальше стрелять? Она сейчас космос вынесет! Женщина, ты тупая! У тебя вместо мозгов орехи! А, ну вот видишь, ты расплатилась за свои... Свои стреляй! Ну вот и что, теперь мы будем на планету падать? Продолжай стрелять! Потеря на связи с диспетчеркой Родина. Ну всё нам пипец. Мы сейчас в нижний слой атмосферы упадём, сгорим нахрен. Только я не понял, почему мы упали? Мы что, вроде на орбите зависли. А, я не понимаю эту игру. Слоу-мошен, блин! Бежим, мужик! О! Бить! Давай, паркур! Мы должны жить, мы должны... Бежать! Не знаю зачем, не знаю почему. О, дома двигаются, круто. Прямоходящий замок хаула какой-то. Сюда, через дом, давай. Не толкайся! Я, наверное, тоже, как бы, важный член команды. Вау. В дом, давай. Твою мать! Это была плохая идея, прыгать на дом. Хотя, не, вроде нормально. Сюда можно выйти? Да беги ты, ё-моё! О, бильярд. Ха, слабак. Да бегу, ну, понимаешь, я жму на кнопочку бежать, а мой альтер-эго не бежит ни хрена. Я бы и с радостью. Тем более он бежит как криво под... Как-то, ну, блин, руки вот эти вот, что это? Чёрт! Та-да-за... А-а-а-а! Всё. Спасибо за то, что поиграли в эту игру. Спасибо за то, что потратили сколько там, 50-60 долларов на эту игру. Всем пока, да? А, кстати, вот эта сцена многострадальная, которую я вроде бы видел, да? Да, это вроде она. Там же в Modern Warfare 2, там тоже такая хрень была, я помню. Только тут слева прайс был. Вот это вот видюшко я уже видел. Такой копипаст с Modern Warfare 2. Да, и второй чувак подбегает. То же самое, ну, господи. Если кто не знает, о чём я сейчас говорю, о каком видео, то я скиду в описании к этому ролику, как бы, вот это вот видео, которое вы можете посмотреть, копипасты, вот этой вот сцены, которую вы сейчас буквально наблюдали, с Modern Warfare 2. Не, ну, выглядит прикольно, если честно. Графон, конечно, здесь говно. Хотя у меня, я повторюсь, я уже поставил максимальные настройки. Какие тут есть только. О, на экстра, 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 высокая. Вообще, всё по максимуму. И количество кадров ниже 30, я вижу, не падает. Call of Duty, милое привидение. Ах! Давай, будем играть за самое прекрасное, милое, доброе привидение на свете. Если честно, на этом можно было бы уже и закончить всё наше повествование и всё это видео. Ну, мы ещё поиграем чуть-чуть, посмотрим, как здесь у нас происходит сражение на Земле, а не в космосе. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение федерации. Какой нахрен федерации? Федерация объединила всю Южную Америку под одним знаменем, поглощая всё на пути своей безжалостной экспансии на север. Типа, Бразилия сбунтовалась против всего мира и решила уничтожить Америку? Федерация встала на границе Америки, готовая нанести удар. То русские пытаются убить Америку, то Британия, ой, Британия, то Бразилия. Что дальше? Потом какой-то Мадагаскар возьмёт и нападёт на Америку, и всё. Всё, вот вам и новый сюжет для новой Call of Duty, ребят. Это ж просто билиссимо! Мне надо работать в Infinity Ward или Триарх. Кто эту игру делал, я даже не знаю. Мы теперь ведём оборонительную войну с превосходящим нас противником. Ну, как обычно, превосходящим нас противником. Несмотря на то, что население Америки довольно здоровенное. О, господи! Пустите меня в офис компании, которая разрабатывала эту игру, и я им напишу новый сюжет для новой игры. Call of Duty... Мы её назовём Call of Duty Ghost 2. Оригинально, да? Честное слово, но это бред! Бразилия напала на Америку. Что может быть хуже? А, ну да, хуже уже было. Русские напали на Америку. Ладно. Десять лет спустя, там, или сколько она была написана, я отвернулся, и... Ладно. Кто-то это что-то говорит мне в наушнике. Дивный новый мир. Brave New World, в смысле, по-английски, да? О, собака! Вот из-за чего мы играем в эту игру. Really? А где тянет собаки? Где мои... Где мои ноги? Господи, когда уже было сделать, чтобы у меня были ноги? А что это за... А что... Запрещаю, мы снаружи! Парни, вы что-то нашли? А что... Как раз проверяем. Что, мать ваша, с освещением? Конец, связь! Смотрите, да? Свет. Ну, грубо говоря, вот я по центру стою. И как оно... Не важно, это Call of Duty. Не важно. Собака, побежали. Ты ж у нас фишка всей игры. Нажмите C, чтобы присесть. А то сейчас бы опять написал. Нажмите не... Не назначено, чтобы присесть. Что это за херня? У меня тоже есть такой нож? Что это за херня? Вау! Вау! Чувак! Круто! Я тоже так хочу! Вы сейчас... Я сейчас смеюсь до слез, честное слово. У меня... Ой, подождите. Что это за херня? Надеюсь, в лицензии такого нет. А назад можно? О, можно и назад. Это что-то было такое. Что это у меня возле прицела? Давай, давай. Мне кажется, надо играть перезапускать. Но мне слишком лениво это делать, потому что я, скорее всего, после вот этого видео удалю её. Ибо вообще не вижу... Чувак, да, и себя прям... Вау! Из тебя прям не знаю, или... Льётся всё! Просто... Ты тут внушаешь силу свою или что? Я не понимаю. Текстурные силы. Можно там у нас, кстати? Подкаты там, не знаю. Прижок дельфинчика. Нет, тут нет прыжка дельфинчика. Всё, эта игра плохая. Чувак, да ты слишком крутой. У тебя тут прям, не знаю, лучи прям льются. Давай, выходим. Кто это? А, животные какие-то. Ладно, нормально. Нажмите сил во время... А, удерживайте. Вау, а что там из меня было? У меня тоже есть сила! Она у меня в правой руке! Я так и знал! Бесконечные ночные посиделки возле компьютера с салфетками не прошли бесследно. У меня тоже есть сила в правой руке. Там, блин, я хочу взять опять силу. Сейчас, подожди, чувак, я разгонюсь с низкого старта. Сейчас. Сейчас, низкий старт. Убежал! Сила! В правой руке! Собака. Давай. Господи, что с этой игрой? Это не Last of Us. Это Call of Duty. Смотрите, зачем нам The Last of Us? Ребята, я надеюсь, такого в лицензии нет. Я очень на это надеюсь. Вы посмотрите, как в это играть? Что это? Ладно. О, в пистолете такой фигни нет. Я хочу встретить просто врагов и попытаться по ним пострелять и понять, как оно тут... Вашу же мать. Вашу же мать. Не, я с пистолетом побегаю, спасибо. Враги! Тупые враги! Тупые враги, которые стреляют в двух метрах от тебя. Тупые, тупые враги. Не, ну, в принципе, оружие стреляет так же, как я сказал, как в Modern Warfare. Ралли-место. Он там собаке говорит? Вот, он с прицелом. А, чёрт, это фигня в прицеле, видимо. Да, это, вот этот баг, он у нас в прицеле. Ладно, поэтому возьмём пистолет обратно. И будем всех убивать. Так, стоп. А это что за оружие? СС-2010. А голографический прицел нормальный, надеюсь? Да, нормальный. Короче, там прикол был именно в прицеле, как я понял. Вот в этом прицеле Акоголе, как он там. Да, в этом. Ладно, побежали, поиграем ещё чуть-чуть, в принципе. Нихрена себе ты, Халк. Иди нахрен. Ой, я случайно гражданских убил. Да умри ты. Какой назойливый. Власть в моей руке. Не, власти уже нет. И силы тоже. Кто там по мне стреляет? Ты. Ну, как всегда, боты здесь слишком тупые. Из года в год одно и то же. Где враг? Я его банально не вижу. Господи, эти баги, это, конечно, жесть. Ээээ. Бежим. О, заварушка. Наш вертолёт. Не знаю. Ну, кстати, есть карта. А то я по карте, по-моему, определял, наши вертолёты летят или ещё кто-то там, или не наши. Сверху там пацаны какие-то. Господи, меня сейчас убьют же такими депами. Эээ, тир начинается. Сиди себе за укрытием, застреляй по врагам и умирай потихонечку. Так как они попадают по мне? Я тут вообще высунулся еле-еле. Что это за хрень? Это хардкор? Я вроде второй уровень сложности вставил. А чувак с властью прибежал. И силой. Внутренней. Да тут даже хит-маркеров нет, как в мультиплеере. Непонятно, попал ты по противнику или не попал. Да кто по мне попадает, я не могу понять. Тут в этой гамме ни хрена непонятно. Это так же, как и в Клуб Дьюти. Ой, в Клуб Дьюти. Так же, как и в Баттлфилде третьем было. Ты вроде бы играешь, вроде бы видишь врага, но попасть по нему не можешь. Потому что он как-то раз... Эээ... Сливается с происходящим на экране. С гаммой, с этой и со всем остальным. Так, я так понимаю, это типичный Клуб Дьюти. Пока ты не продвинешься, твои допарники не будут действовать. Судя по всему, так и есть. Игра очень напоминает Modern Warfare. Прям очень сильно напоминает. Только мне кажется, она немного глупее, что по сюжету. Ой, меня убили. Ну и на такой ноте, думаю, можно и закончить. Сохранить и выйти. Я не хочу даже сохранять эту игру. Это просто ужас. Если бы не эти баги графические. В принципе, может быть... Я бы и дальше еще чуть-чуть поиграл. Но в принципе, что я хочу сказать. Эта игра, это... Она не заслуживает своих денег. Она не заслуживает времени потраченного на... Я имею ввиду именно компанию. Одиночную. Я посмотрел уже обзоры других людей. Я уже знаю, чем там игра закончится. Как она там играется и т.д. и т.п. В принципе, я знаю, о чем говорю. Эта игра не заслуживает своих денег и вашего времени. Что касается мультиплеера. В принципе, в него можно поиграть. Ну, так как у меня игра не лицензионная. Соответственно, я... Никак не поиграю. Вымирание? Какое нафиг вымирание? А, у меня игра вылетела. Отлично. В принципе, на этом, думаю... Я все, что хотел, то сказал. В компанию ни в коем случае не играйте. Играйте только в мультиплеер. Если вам не посчастливилось купить эту игру. В принципе, на этом все. С вами был Mr. Chaser. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И пока!